Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Мы продолжаем циклопередачу, ух ты, как прозвучало, из серии «История моего рода». С Поляковым мы закончили и переходим на другую линию по маминой, по этой женщине-ветке, по фамилии Перминов. Вообще, после 1901-1902 года фамилия сократилась до Пермин. Правильно, Перминов, изначально. Сегодня речь пойдет о братье моей прабабушке Гафе Анисимовне, которой я уже держала речь. Его звали Зиновий Анисимевич. Родился в 1883 году. У меня тоже характеристика. В Красноярском крае, Кулаевский район, село Швобольное. Русский, малокрамотный, беспартийный. Поживал там же, в село Швоболино. Приговорен особой тройкой при ППОГПУ. Что значит, кто не знает, полномочный представитель Объединенного государственного политического управления, если кто-то что-то понял. По СИП-краю. Приговорен 19 мая 1930 года на исполнительные трудовые лагеря в 40-10 лет. По делу Лисмана указано, что 8 человек и реабилитирован был в 1965-м край судом Красноярского края. Что касается Лисмана, кстати, это родственник. Правда, родство его еще не доказано, но он неоднократный фигурер в математических книгах в качестве свидетелей на свадьбах или в качестве восприемника. То есть Крестного, да, и неоднократный фигурер в математических книгах. Так что подтверждается то, о чем пишут в документальных книгах, в таких вот приговорах. То есть то, что просто брали человека какого-то и всю семью просто под откос. Значит, был всех знакомых, с кем общались, встречались, переписки. Вот, по описанию, кстати, вся информация узнана благодаря сайту Memorial List. Как всегда, я оставлю ссылку под видео. Так вот, вот что о нем еще пишут. Пайщик лесопильного завода, кулак-решение с 1930 года. То есть, как мы узнаем, решилась раскулачена не только замужняя семья моей прабабушки Гафи Анисимоновны, но и девичья. Девичья. Кулак-решение с рестовым фестивалью лет 30-го, я все говорила, как участник контрреволюционного заговора. Якобы, якобы с 1929 года вел с другими лицами работу по созданию контрреволюционной организации, обсуждали вопрос о необходимости ухода в тайгу и формирования вооруженной банды. Уже слушаются. Вели АСА, то есть, собрали ТОРА АСА. Что это значит, я не знаю. Ты не знаешь? Ой, нет. Наверное, антисоветская гитация. Точно, надо писать. А как без этого? Без этого никак. Вся эта семья его экспроприирована. Что слово? То есть, изъятие. А-а-а. И выслана в мае 31-го на спецпоселение за пределы района. Как мы узнали позже, в Томску... Томска Волость! Вот уж поговорка, дальше Сибири не сошлют. А вот оно. Гляди-ка, ты из Сибири, из Сибири. Да не говори. Даже вот сегодня я сейчас считаю, по-моему, я еще не выучила, а фамилию Питкевич, жизнь... Ну, неважно, в общем, о тех годах. И она пишет, что... Ну, чем у нас речь? Я потеряла мысль. А мы говорим о том, что дальше Сибири не сошли, а вот, будьте любезны, вся семья поедала. Там ссылали ее, одного знакомого. Я про себя подумала, что в те годы ссылали даже тех, кто уже в Сибири находится. Жена его была Анна Матвеевна, звали. Мне известно о... Кстати, на меня вышел его внук, сын его... сын сына Зиновия, Александра, который, будучи маленьким, тоже был сослан с родителями в Томску Волость. И, в общем, этот Александр, когда вырос, он приехал в Москву, по-моему, стал детским художником-иллюстратором. Ну, это типа того, вы знаете. Вот. Со мной связался. Ну, никаких, правда, новых данных мне не сообщил, зато я ему сообщила очень много. Вот. Что-то у него были дочери, может быть, и больше, но сосланы были именно, значит, помимо Зиновия и его жены Анны, Александр Зиновьевич, Антонина Зиновьевна, Валентина, Елизавета. И мы знаем, что у него была дочь Лидия, тезка мамина, вот новая. Она не значится среди тех, которые были... Сейчас расскажут же. Она не значится среди тех, которые были сосланы всей семьей. Давай тебе рассказывай. Ну да. Видимо, она, может быть, родилась там, если она не значится в числе всего семейства. На мне вот так предпоминается, что, наверное, была она младше вот Александра. Я, правда, не помню Александра Курманова. Александр 26-й. А, ну понятно, что в 30-м-то ему уже было 4 года, да? А Лидия, видимо, как раз лет на 5-то помладше. Мне так вот вспоминается, я не помню его год рождения. Вот. Мы общались, в смысле, семейство моё, ну, поскольку мамина это, считай, двоюродная сестра, будем так говорить, да? И поэтому, значит, как бы общались. И я, наверное, и названа была в честь её Лидии. Ну, я думаю, да. А ты когда не спрашивала? Нет, я не... Ну, она вот дура-дура была ведь. Ну, не просто не спрашивала вообще. Вообще, ни маму, ни бабушку... Откуда-то знала, что Агафью ссылали? Ну, да. Ну, потому что мама как-то высказывала... Да, что вот что она в ледяной воде, что в Чехетинском районе, на лесоповале. Представьте себе, 5-летний ребёнок и тоже должен был участвовать. В землянку буквально их поселили, зимой это было, в феврале, да? Ну, в феврале, а что такое февраль в Сибири, не надо рассказывать. Поэтому снег, так сказать, выше... Там же крестила крещенские морозы? Ну, они везде крещенские, как бы. Ну, особо сильные. Не омекон, конечно, но тоже... Мы отвлеклись. Да. Так вот, и она моя крёстная. То есть, она меня мама крестила, и поэтому она была крёстной. Восприемница, будем так говорить по-старому, да. Вот эти люди-то это. Вот. И что... Ну, вначале об Александре скажу то, что она помнится. Потому что дядя Саша, как мы его говорили, он приезжал, ну, раз в пятилетку, наверное, так, непременно из Москвы-то своей. Вот. Мы очень любили с сестрой, когда он приезжал. Очень весёлый был человек, и смех был. Именно вот этот перминовский такой... Может быть, смех чей? Ну, может быть, и перминовский, да. Маму в институте прозвали «золотой смех факультета». Да. И, как закачусь, так уж на все этажи заслуженно. И очень весёлый, образованный, интеллигентный. Вот, в первом поколении, будем так говорить, да. А, так мы этими замашками в перминовых? Ну, видимо, да. Видимо. Вот, и творческий человек, художником, чем-то как-то оформителем он работал в Москве. Вот. Ты ведь тоже рисовала? Ну, как бы, да. Потом загросила? Ну, потом что-то такое было. Даже, по-моему, выставлялась, да, в школе? Ну, что-то такое, да. Ну, вот, и поэтому фирменное блюдо, яичница по-перминовски, мы никогда не видели. Да, описывай. Это яичница с помидорами. И поэтому, когда здесь Саша приезжал, завсегда он самолично, так сказать, готовил. Так что мы легкие руки, и у нас теперь в семье называются такие яйца. Да, яичница по-перминовски. Вот. Ну, и все. Я в Москве не была у них, так сказать, хотя проводником помню. Те, Галь же ездила. Да, а сестру своей младшую я, так сказать, зайцем, когда проводником на фирменном поезде Красноярск-Москва-Инисей, вот, назывался фирменный поезд, я летние каникулы себе отъездила. Продушу под чужой фамилией, поскольку зрение не позволяло. Попыталась, у меня, естественно, сказали, кыш-кыш от себя. Вот, я была Зеленцовой Натальей. Познакомьтесь, Зеленцова. Я уже потом так вывыкала, что уже откликаться начало, я просто свою забыла. И вот я, значит, Галю-то и Зайцев в своем полукупе служебном меня свезла вот в Москву, помню, в классе девятом или восьмом, где она училась. Вот. И пока, значит, я возвращалась в Красноярск, а потом обратно, так сказать, до Москвы доехала, она вот где-то мне здесь-то гостила там. Вот и рассказывала, что, ну, Москва и москвичи, будем так говорить, как по-гилеровскому. Какова, вот уже, а москвичился он, естественно, уже сибирского там мало что осталось. Под влиянием, возможно, жены такая она вся из себя, надо сказать, не это. Ну, пищу, что подают, естественно, не по-сибирски, далеко. Бедная сестра моя голодная всегда была, уже пошла бродить и где-то что-то покупала. Ну, подают кусочек буквально мосипусенький, если колбаски, то тоненький просвечивает, можно сказать, и кусочек хлебца тоже. Вот и все. Особо там не разжиреешь, они таковы. Ну, их можно и понять, потому что все они говорят, что кто бы не ехал, куда бы не ехал, через Москву, или куда-то все заруливают, куча родственников, знакомых. Я прямо очень рада, что живу не в Москве, потому что я счастлива. Тут молодой ехать можно, от всего я, ну, Бенни рассказывала, откликнулся со своим приятелем, бывшей каевой судье. Так вот, значит, они в Абхазии ездят каждый год к знакомому, там, у секретарша, она у него служила, потом переехала. Так вот, у них там поговорка на югах-то. Самое, так сказать, такое проклятие ужасное, это, что тебе на все лето родственники приехали, которые не надеялись. Ну, да, ну, здесь вот, как бы так. Ну, сам-то, где Саша, говоря, хвалила, что он ей все рассказывал, по схемам, куда-то метро, как ехать, чего. То есть, такое доброжелательное весьма было. Вот, дети не понравились, дети такие, дикари и прочее, ну, бог с ними, с ними, она только ночевала там, как бы, да? Расскажи о Николае-то, внуке Зинорея. Ну, вот Николая-то я-то его не видела. А, по рассказам Гали, да, ну, такой, не понравился он, такой дикий ребенок и ужасный. Кстати, у меня нос чисто перминовский, типичный. Смотрите, внимание. Если мы с Павлиной спрашивали, у тебя в роду греков не было, говорю, нет, не было. Вот, особенно, вот, перминого, вот, казалось бы, у дяди Гоши такого не было уже, у маминого брата. А вот перминого, вот, дядя Саша, тетя Лида, вот, ну, галимые, прямо вот нос этот, с гайбинкой, и разрез глаз такой интересный, у них как-то века чуть приспущенная, верхняя. Интересный такой, вот они похожи очень. Ну, и все, пожалуй, дядя Саше, а тетя Лида, Лидия, это, кстати, Зиновина, она, ну, как бы, нет, она без образования, я уж не помню, где она трудилась, трое детей, трое мальчишек у них было, помню, старший Юрий, младший Павел, вот, в среднем это забыло, как бы. Не рассказывай про них, я потом отдельно расскажу. А, ну, вот, поэтому, не особо мы так с ними общались, мало, в общем, с детьми-то будем так говорить, навещали чего-то где-то как-то, ну, с любая ее печально было, видит, она стала выпивать после трагедии семейной, ну, и до этого, как бы, прикладывалась на тут уже за запоями всякое, так, по-моему, умерла, не помню, когда она была. А что за трагедия, та, которая ей приняла? Да, да, да. Сейчас всех так заинтриговали. Да, ну, вот, и, пожалуй, все. Вот еще Антонина, это она в Иркутске, еще одна вот сестра первеная, она жила в... Дочь? Ну, брат, ну, сестра Александра Ильдии. Антонина, 28-го года рождения. Да, Антонина, она жила в Иркутске, и, как бы, до того, как Гаря, вот моя младшая сестра, не поехала учиться туда, вот, мы как-то с ней не виделись, она не навещала, то ли там что-то произошло, какая-то ссора вот с Лидией, то ли что-то, вот, я припоминаю, какая-то, вот, не знаю, неприязнь. Вот, ну, и, тем не менее, когда сестра пришлось почему-то в Иркутске поступать, выбрала в Иркутске институт народного хозяйства на финансово-экономический факультет, мама как-то вот списала через Лидию или как-то что-то вот с этой Антониной, всем, чтобы Гаря вот у нее на квартире пошла. Она жила одна, по-моему, у нее замужем не была, старая дева, как бы, ну, насколько дева, правда, не знаю, но одна, мужа не было, детей не было, и вот Гаря у нее жила. Ну, такая суровая тетка, так она вот по рассказам, достаточно требовательная, ну, как вот Фианина, ну, да, как вот Фенисион и прочее, такая она. И как-то вот Гаря, она год там прокантовалась, кое-как, и она ушла все-таки в нее, там, каким-то правдами-неправдами общежития получила, и ушла в дело все-таки. А что-нибудь нашему не тянили за эти? Не-не-не, даже никогда не слышала, что они даже существуют были. Может быть, они умрили... Вот она родилась в памятном 17-м году, а Елизавета 22-м. А, ну, достаточно... То есть, и они были сосланы, то есть, лет 5, ой, даже, смотри, 17-го, получается сколько лет? Ну, достаточно взрослые. Да, это 20-го. Уже здесь по возрасту, потому что, вот, по статистике, вот мы прилопатили метрической книге, да, по статистике, самый серьезный возраст, ну, смертный, такой опасный возраст, до 2-х месяцев. В полгода уже поменьше детей гораздо умирают, а если прижили полгода, то уже... Ну, высок, высок шанс, что он вообще выживет, выживет, выживет. Хотя не пахнет, конечно, достаточно высокая жизнь. Да, это более такой уровень жизни, условия. Я бы не сказала, имеется в виду, что мы же все-таки метрические книги лопатили в Солоболинске и... Куганчиково еще. Куганчиково, да. Я бы не сказала, что уж там так плохо жили все-таки Сибирь, если ты работаешь, если ты хочешь... Нет, я имею в виду, что у вас, когда пришла вот эта... А, ну, потом-то да, потом-то да. Ну, до этого, конечно, смертность в Младенческой достаточно распространенная, но, казалось бы, это же не европейская часть. Кто хотел, тот работал, тот жил нормально, вот так, говорит. Мы с тобой видели дома старинные, в Куганчиково, думали, там вообще заброшенное дерево, как и везде, тут полно. Вот и есть, кстати, видео... Да, вполне пристойное, здоровенное, такое село, церковь и все, как надо. Дома такие... Ну, Куганчиково, правда, более обличалое. Да, нет, я бы не сказала, я бы не сказала. А вот Шамополуина просто вообще шикарная. Такое ощущение, что эта деревня не где-то в Сибири, а где-то в Подмосковье вообще. Ну, да. Потому что очень... Не, я от Куганчиково ожидала заброшенности гораздо, гораздо. А, в принципе, такой заброшенности и не увидела. Домов, чтобы вот таких Младенцев там практически нет. Дома такие все, пятистенки основательные, где-то побогаче, где-то чуть-чуть. Ну, что, еще подавай закупляться, все, будешь ничего не помнить. Больше ничего. У-у-я! Так что, на этом все, как вы уже могли догадаться. Пока-пока.